Скептикам наперекор, как Лукашенко выводил в космос суверенную Беларусь. Беларусь в составе СССР, как известно, была своего рода сборочным цехом, одним из крупных производственных и научных центров. Немногие помнят, но до распада Союза микроэлектроника, сделанная на территории Беларуси, была сопоставима по функционалу и надежности с товарами компаний, которые сейчас доминируют на мировом рынке. По многим направлениям, в том числе и в сфере исследования космического пространства, вклад белорусских ученых и инженеров трудно переоценить. Начиная с 50-х годов XX века, времени становления советской космической программы, они участвовали в создании целого ряда технических новинок, без которых космические полеты просто немыслимы. Новые материалы, оптика, электроника, информационные технологии космического применения и многое другое. В Минске, например, проводились исследования низкотемпературной плазмы, а обшивка космических кораблей до сих пор создается на основе технологий, разработанных учеными Белорусского института тепло- и массообмена. Распад великой державы породил экономический кризис. Белорусские же организации, задействованные в космических разработках, оказались еще и оторваны от основных отраслевых центров, оставшихся в России. Тем не менее, уже в независимой и суверенной Белоруссии удалось не только сохранить имевшийся потенциал, но и создать свою национальную инфраструктуру космической отрасли. Решением президента Александра Лукашенко был сделан судьбоносный шаг. Государство взяло под крыло всю Академию наук, получившую статус национальной с соответствующими функциями и финансированием. С 2004 года Академия занимается координацией и госрегулированием космической деятельности в Белоруссии, а с 2015 года там создано и успешно функционирует Агентство по космическим исследованиям. Отечественная космическая отрасль уверенно развивается. В стране выпускают оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Совместно с россиянами белорусские специалисты разрабатывают перспективные технологии. Беларусь является полноправным и активным участником Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. На сегодня можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли, в которой задействовано более 20 научных и производственных организаций, где работают около 4000 квалифицированных специалистов. Сформирована крупная стратегическая система исследований космоса. Конечно, все создавалось не на пустом месте. Были и космонавты, которые, родившись на белорусской земле, стали гордостью всего Советского Союза и современной России. Но легче от этого не было, ведь многие прочили для Беларуси более приземленные цели. Мол, хватает и других проблем, а космос? Однако именно эту сферу президент видел в качестве одного из направлений, которые поднимают нацию на более высокий уровень развития. Не за год или два, не в качестве решения сиюминутных проблем, а на перспективу, как IT-сектор, как атомная энергетика или как недавно созданная Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, которая, по словам Александра Лукашенко, еще круче, чем космос. Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны именно и белорусских ученых, и космонавтов. Ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок, участник последних экспедиций Международной космической станции Олег Новицкий. «Это наши земляки, наши белорусы, преданные своей советской родине, Белоруссии, и второй своей родине, России, где они часто бывают и живут», отметил президент, выступая в Минске в сентябре 2018 года на Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов. «Скажу прямо, если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли мы в Белоруссии взялись бы за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Белоруссии, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивления, разговоров. Но, тем не менее, мною были приняты решения прежде всего потому, что это самые новые технологии, новейшие технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Белоруссии на более высокий уровень, тому, чтобы Беларусь встала в ряд высокоразвитых цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика – это новое направление развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета», – подчеркнул Лукашенко. О том, благодаря чему Беларусь входит в престижный клуб космических держав – в материале Белта. Гагарин и Терешкова в одном лице. Кто станет первым космонавтом в истории независимой Беларуси? Но сначала обратимся к свежей новости о том, что шесть белорусских кандидатов для полета в космос на корабле «Союз МС» приступили к отбору в России на базе подмосковного центра подготовки космонавтов имени Гагарина, входит в госкорпорацию «Роскосмос». 24 декабря здесь по приглашению российского лидера побывал президент Беларуси Александр Лукашенко. В предыдущий раз он посещал центры в январе 1996 года, а теперь отметил, что многое с тех пор изменилось. Ему подробно рассказали, что включает в себя процесс подготовки космонавтов. Глава государства осмотрел различные тренажеры и даже побывал на борту точной копии российского сегмента МКС. Александр Лукашенко тепло пообщался с претендентками от Беларуси на полет в космос, которые сейчас проходят очный медосмотр, по результатам которого уже после Нового года станут известны имена основного кандидата на полет и дублера. Дальше предстоит очень серьезная подготовка, которая завершится осенью следующего года. Основное событие – космический полет – планируется на 2023 год. Как ранее рассказал журналистам председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, подготовка нашего космонавта к полету – это общенациональный проект. Инициатор этого проекта – глава государства. В Беларуси создана целая космическая отрасль, и наш президент ее очень поддерживает, – отметил он. К слову, уроженцы Беларуси уже трижды летали в космос. Первым из беларусов на орбите в 1973 году стал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук. Продолжительность трех его полетов составляет более 78 суток. Кстати, в 1977 году его впечатления были опубликованы в издании на белорусском языке «Зоры Побач. Книга одного полету». Три полета и на счету еще одного беларуса в космосе – Владимира Коваленко, и также дважды Героя Советского Союза. Он их совершил в 1977, 1978 и 1981 годах, проведя в космосе в общей сложности 216 суток, включая два часа в открытом космосе. И, наконец, гражданин и Герой России, но уроженец Беларуси Олег Новицкий, покорял космические вершины в 2012, 2016 и 2021 годах с общим налетом в 531 сутки и 22 часами в открытом космосе. Белорусские корни имеет и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ее отец и мать родились в Могилевской и Витебской областях. Белорусские корни имеются и у некоторых других космонавтов. В их числе дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, а из современного поколения – космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. Кстати, и у Сергея Королева, легендарного конструктора ракетно-космических систем, отец был родом из Могилева. А уроженец Слуцкая Семен Козберг был главным конструктором ракетного двигателя, входившего в состав третьей ступени ракеты-носителя «Восток». Под его руководством были созданы ракетные жидкостные реактивные двигатели, с помощью которых были запущены в космос первые космонавты, выведены на орбиту космические корабли для исследования Луны, Венеры и Марса. Удивительно, но Слуцкий край оказался очень богат на кадры для космоса. Здесь же родились Константин Герчик и Юрий Жуков, которые в разные годы занимали пост начальника космодрома Байконур. В этом ряду нельзя не вспомнить и еще одного известного выходца из Белоруссии, ученого с мировым именем в области астронавтики Бориса Кита. Его исследования и разработки топлива для космических кораблей сделали возможными полеты в космос американских Аполлонов и Шаттлов, в том числе на Луну. То есть, белорусы уже давно причастны к космосу, но в истории суверенной страны среди космонавтов пока еще не было граждан Беларуси. «А сейчас мы пришли к тому, что у нас должен быть свой космонавт, и была дана установка, что первой должна быть девушка», – делился ранее подробностями Владимир Гусаков. «Отобраны девушки подходящего для полета в космос возраста, не моложе 22 и не старше 35 лет. Они прошли очень тщательное обследование по здоровью. Кроме того, девушка-космонавт должна олицетворять Беларусь, нашу красивую и развитую страну. Из этого мы исходили при отборе», – подчеркнул председатель президиума «Нан». Белорусской девушке-космонавту нужно будет выполнить на орбите целую программу научных исследований. Это исследования в области физиологии, биотехнологий и биопрепаратов, в аграрной сфере, а также апробация разработанных отечественными учеными приборов и оборудования, работу которых необходимо изучить в космосе. Ожидается, что белорусская девушка-космонавт и после полета продолжит работать в группе космонавтов в Российской Федерации. Но, как заверил Александр Лукашенко, работы хватит на всех шестерых, и все они в перспективе могут быть задействованы в белорусско-российском сотрудничестве в сфере космоса. Через тернии к звездам. Сколько лет прошло, пока исполнилась мечта о подготовке белорусского космонавта? Не будем держать интригу. Ровно 20 лет понадобилось, чтобы реально запустить процесс отбора и подготовки к полету первого космонавта в суверенной истории страны. Александр Лукашенко 29 ноября 2001 года во время визита в Россию посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени Сергея Королева. Речь шла о перспективных проектах сотрудничества. Например, обсуждался вопрос о возможностях запуска совместного белорусско-российского космического спутника. Александр Лукашенко посетил цехосборки испытаний космических кораблей и станций «Энергии». Разговор был весьма обстоятелен. На предприятии глава государства пробыл около двух с половиной часов. Но самым примечательным заявлением Александра Лукашенко, которое растиражировали СМИ по итогам того дня, стало «космонавт из Беларуси обязательно полетит в космос». К сожалению, в печатных источниках не удалось найти дополнительных подробностей, в связи с чем и как возникла эта тема. Но, очевидно, одно – приняв власть и страну в состоянии разрухи в 1994-м с галлопирующей инфляцией и товарным дефицитом, и отведя её от пропасти в первую пятилетку, президент уже тогда всерьёз начал задумываться о далёких задачах на перспективу. Когда в Беларуси ещё даже не началась разработка известной программы возрождения и развития села, ещё только предстояло построить сотни агрогородков – поистине пример стратегического мышления. Примечательно, что в конце января того же года Пётр Климук, на тот момент руководитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, заявлял о возможности появления кандидатов из Беларуси. Речь шла о подготовке соответствующей договорной базы, а наш именитый земляк был намерен лично способствовать поиску белорусских специалистов и лётчиков, отвечающих требованиям, которые предъявляются к кандидатам в космонавты. Поворотный момент в истории белорусской космонавтики чуть было не случился несколько лет спустя. В 2004-м, когда появилась информация о возможности полёта первого белорусского космонавта, сотрудника Института механики металлополимерных систем на МКС. Дело в том, что благодаря усилиям главы государства на российском векторе, после длительного перерыва белорусские учёные и научно-производственные институты вновь оказались востребованными. Начали поступать заказы на создание различных наукоёмких приборов, которые должны были использоваться в исследованиях на МКС. Подробности той истории можно найти на ресурсе astronaut.ru. Когда программа сотрудничества в этой области ещё только обсуждалась Академия наук Белоруссии и России, возникла идея сформировать группу учёных-специалистов различных направлений, которые при необходимости могли бы отправиться на МКС и принять непосредственное участие в исследованиях. Предложение представить свои кандидатуры в этот список было направлено и Гомельскому институту механики металлополимерных систем имени Белого Национальной академии наук. Это объясняется тем, что институт получил заказ на изготовление трибометра – бортового прибора, с помощью которого измеряются трения и длительный износ материалов, который в 2007-2008 годах должен был отправиться на МКС. Одновременно с запросом в институт прислали список условий, которым должен отвечать будущий космонавт. В основном они касались роста и веса, общего состояния здоровья и наличия профессионального опыта. Необходимо было иметь научную степень ниже кандидата технических наук. Участие в отборе могли принять сотрудники всех отделов института. Всего собеседования прошли более 10 человек, но в направленной в нам Беларуси заявке остался только один человек. Однако впоследствии история набора развития не получила. Тем временем в июле 2005 года Александр Лукашенко снова посещает Ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где глава государства высказался за дальнейшее развитие сотрудничества с Россией в сфере космических технологий, развивая при этом свою научную школу. Президент ознакомился с ходом создания белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, посетил место сборки белорусского космического аппарата «Белка», о котором еще пойдет речь. Однако важен главный акцент Александра Лукашенко, когда он говорил, что долго вынашивала решения о создании белорусского спутника. «Чаша весов в пользу создания спутника склонила то, что я хочу не просто сохранить школу в Беларуси, которая когда-то работала на общий советский космос, а приумножить ее, поднять на еще одну ступеньку», – заявлял президент. Опять же, забегая вперед, отметим, что судьба конкретно этого аппарата была незавидной. Состоявшийся через год пуск на космодроме Байконур завершился неудачей из-за неисправности ракеты, вскрывшейся уже после старта. В результате белорусская «Белка» вместе с еще 16 другими спутниками так и не добралась до космоса. Пусть и так, но опыт в создании спутников белорусские инженеры приобрели колоссальный. И эта неудача стала залогом будущих успехов, сохранив ту самую школу, о которой говорил Лукашенко. И еще одно, можно сказать, политическое заявление «Сделанное там же, в энергии». О том, что Беларусь не планирует сотрудничать с европейцами, американцами или с другими государствами в космической сфере, а приоритет отдан сотрудничеству с Россией. «Нам путь один. Мы хотели бы развивать эту школу в Беларуси, чтобы она была полезна для наших российских друзей», – сказал он. Что называется, как знал. Тема подготовки белорусского космонавта на протяжении ряда лет больше не поднималась, либо это просто не попадало в поле видимости СМИ. Косвенно глава государства упомянул об этом в ноябре 2016 года на пресс-конференции в Минске с представителями российских региональных СМИ. Он отметил, что Беларусь пока не рассматривала возможность запуска собственного пилотируемого космического корабля. «Может быть, когда-нибудь мы к этому придем. Это ведь не просто для имиджа. Проект должен быть в какой-то степени окупаем», – сказал Александр Лукашенко. Вопрос только, надо ли? Ведь собственные задачи мы можем решить и вместе с россиянами, забросив в космос космонавта со своей программой. Скорее всего, и дешевле это будет сделать таким образом. И вот, наконец, 4 ноября 2021 года на заседании Высшего госсовета союзного государства президент России Владимир Путин напомнил о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. «Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо согласовать детали. Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованы», – сказал российский лидер. После этого, как говорится, все закрутилось. И стороны пришли к нынешнему этапу, когда полет становится уже более чем реален. Но на реализацию этой идеи ушло как минимум два десятилетия. Можно ли было это сделать раньше? Конечно. А надо ли было? На этот вопрос пусть ответят специалисты. Белка и БКА, как неудача одного аппарата, стала триумфом другого. Несмотря на неудачу с отправкой на орбиту первого спутника, работы по созданию в Беларуси новой отрасли космической промышленности продолжились. Равно, как и сотрудничество с российскими партнерами. Во время визита в Россию 11 июня 2010 года Александр Лукашенко побывал во Всероссийском научно-исследовательском институте электромеханики, где речь шла как раз о перспективах углубления кооперации в сфере космической промышленности. Как отметил глава белорусского государства, в своё время, когда обсуждалась необходимость создания в Беларуси собственного спутника, было много скептиков этого проекта. Однако необходимо было сохранить существующий в стране научно-производственный потенциал, а во-вторых, значительно продвинуться вперёд. «Тракторы производились и будут производиться, а это совершенно новое», отметил президент, пояснив, что если в будущем какое-либо государство и сможет прожить без этих современных технологий, то считаться передовым оно уже не будет. Обсуждалась также подготовка к запуску уже нового белорусского спутника. Первоначально речь шла о некотором повторе спутника «Белка», но в процессе реализации проекта совместно с подрядчиком стороны вышли на принципиально новый аппарат. Белорусское предприятие «Пеллинг» разработало для подобных спутников современный оптико-электронный телескопический комплекс, благодаря чему вес аппарата удалось снизить до 400 килограммов, в то время как российские образцы с аналогичным набором функций на тот момент весили около 6,5 тонн. Интерес к этим разработкам был не только в России. Тогда Александр Лукашенко предложил российским партнёрам внести конкретное предложение по перспективным направлениям сотрудничества с белорусскими предприятиями. Он отметил, что нет необходимости дублировать уже существующую в Беларуси базу и создавать новую школу. Это предложение вызвало неподдельный интерес. Российская сторона, в свою очередь, предложила сотрудничество по расширению спектра задач, выполняемых белорусскими специалистами в интересах космической промышленности в союзном государстве. Фактически, речь шла о создании в Беларуси полноценной собственной космической промышленности с производственной и научной базой. Мы должны получить новые направления в экономике, подчеркнул Александр Лукашенко. Можно сказать, тему космоса президент всегда держал на личном контроле. Неоднократно возвращался к ней на встречах с учёными при посещении предприятий. Например, 20 октября 2011 года он посетил здание нового корпуса по сборке испытаний космической техники УАО «Пеллинг», ознакомился с технологическим оснащением участка и процессом сборки этой техники. В настоящее время на орбите работает белорусский космический аппарат «БКА» дистанционного зондирования Земли, выведенный на орбиту 22 июля 2012 года с космодрома Байконур. На основе «БКА» создана и успешно функционирует белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. «БКА» работает в совместной российско-белорусской орбитальной группировке, возможности которой в соответствии с соглашением между НАН Белоруссии и госкорпорацией «Роскосмос», подписанным в январе 2020 года, расширены за счёт информационного ресурса пяти российских космических аппаратов серии «Конопус». Белорусский аппарат эксплуатируется на орбите уже более десяти лет и находится в технически исправном состоянии, позволяющем прогнозировать его эксплуатацию до 2025 года. Вместе с тем, на современном этапе в Белоруссии и России существенно возросли потребности пользователей к характеристикам космической информации, предоставляемой действующей совместной группировкой спутников дистанционного зондирования Земли. В связи с этим, по решению президента в Белоруссии и России, осуществляется реализация совместного проекта по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли РБКА и космической системы на его основе. Запуск РБКА на орбиту предполагается в 2025 году. В настоящее время, по совокупности своих характеристик, РБКА является одним из наиболее перспективных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в мире, основой дальнейшего развития соответствующих систем на ближайшую перспективу. В качестве полезной нагрузки на РБКА будет установлена оптико-электронная целевая аппаратура производства «Пеллинг». Если сказать по-простому, то разрешение у оптики нового спутника будет в 16 раз выше, чем у действующего. Кроме того, он будет вести видеосъемку. Наши на орбите. Какие белорусские спутники сейчас работают в космосе? Сегодня у Беларуси три космических аппарата. Спутник БГУ БГУ-САД-1 «Студенческий» находится в ведении Министерства образования. Белый интерсад-1, связной, принадлежит государственному военно-промышленному комплексу. И уже упомянутый БГА – аппарат дистанционного зондирования Земли, который был создан по заказу Национальной Академии наук. Он действует в группировке с российскими конопусами Б. Данные с БГА, конопусов Б и еще с девяти международных метеоспутников – китайских, европейских и американских – принимают геоинформационные системы. Для этого используют антенну, расположенную в Минске на улице Сурганова-6. Любой желающий может увидеть конструкцию на крыше здания, расположенного возле ботанического сада. Диаметр тарелки антенны – 9 метров, вес – 14 тонн. Построили ее в 2006 году, а перед запуском БГА специально модернизировали – каждый спутник требует подгонки оборудования под себя. Отдельно еще стоит обратить внимание на белорусский телекоммуникационный спутник «Белинтерсад-1», запущенный 15 января 2016 года с китайского космодрома Сичан. Он передает телевизионный и радиосигнал, а также обеспечивает доступ в интернет. Это один из ярких примеров развития сотрудничества Беларуси с еще одним стратегическим партнером – Китаем. По случаю запуска спутника, лидеры стран даже обменялись поздравительными телеграммами. Выведенный на орбиту китайским ракетоносителем спутник стал ключевым элементом национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь, отметил Александр Лукашенко. Проект обладает высокой инновационной, экономической, социальной и политической значимостью для нашей страны. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпинь отметил, что проект спутника связи «Интерсад-1» является важным итогом белорусско-китайского взаимодействия в области развития космоса. Он выразил уверенность, что этот спутник окажется действием развитию белорусской экономики, росту народного благосостояния и общественному прогрессу. Наземный комплекс управления спутником «Белинтерсад-1» расположен в посёлке Станьково Держинского района. В апреле 2016 года там побывал президент Беларуси. Он обратил внимание на начало нового этапа в развитии отечественной космической отрасли. «В своё время мы начинали с оказания услуг по созданию спутников для других стран. Сейчас мы в кооперации можем создать эту технику сами, чьей-то помощью доставить в космос. Космодромы нам не нужны. Спутником мы управляем, продукцию от него получаем и продаём. Всё в наших руках», – сказал Лукашенко. Президент Беларуси заметил, что это направление, по сути, даёт толчок развитию целого ряда предприятий. Запуск спутника, строительство центра управления полётами – это работа для многих предприятий и тысяч людей. Это для меня было главным, что мы будем развивать сопутствующие отрасли. Плановый срок эксплуатации белорусского спутника связи рассчитан до 2031 года. Союзный подход. Чего удалось достичь в белорусско-российском сотрудничестве в сфере космоса? За период с 1999 года успешно реализованы семь программ союзного государства по космической тематике, результаты которых направлены на расширение общего научно-технологического и информационного пространства двух стран, интеграцию интеллектуальных и производственных ресурсов, в том числе наземных и орбитальных космических средств. Подтверждением заслуг белорусских и российских ученых стало вручение 1 апреля 2022 года премии союзного государства за 2021 год в области науки и техники, в том числе за разработку, создание и использование белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и российско-белорусской орбитальной группировки белорусского космического аппарата спутников «Конопус-Б» в интересах союзного государства. Совместные успехи в этой сфере – результат нашего многолетнего сотрудничества. А пройденный белорусскими и российскими учеными путь от идеи до эффективной реализации инновационного проекта – это показатель высшей степени взаимного доверия, подчеркнул Александр Лукашенко. Говорят, наука интернациональна. Но все-таки ученые не всегда открыты в своих исследованиях и даже в результатах своих исследований. А это демонстрация того, что мы и на стадии открытия, и на стадии конечных результатов, тем более абсолютно едины, не просто интернациональны. Первая белорусско-российская программа союзного государства «Космос-БР» была разработана и реализована в 1999-2002 годах и позволила решить главную задачу – восстановить утраченные связи и воссоздать кооперацию российских и белорусских предприятий, вузов и организаций, работающих в космической сфере. Ряд реализованных в дальнейшем программ позволил заложить основу белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и впоследствии развить это направление, выйти на создание совместной российско-белорусской орбитальной группировки. Велись разработки нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники, адаптации их к реальным отраслям экономики. Вырабатывались совместные подходы по стандартизации в области космической деятельности. Очередным шагом в осуществлении долгосрочного сотрудничества Белоруссии и России по интеграции наземных и орбитальных космических средств и технологии дистанционного зондирования Земли стала программа союзного государства «Мониторинг СГЭ», направленная на разработку новых космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Белоруссии информацией дистанционного зондирования Земли. В рамках этой программы в 2013-2017 годах разработаны технологии применения данных дистанционного зондирования Земли. Обеспечено создание перспективной малогабаритной бортовой специальной и научной аппаратуры, материалов и элементной базы с улучшенными характеристиками новых средств и технологий обработки космической информации, получаемой от перспективной аппаратуры наблюдения Земли из космоса. В 2020 году завершилась реализация союзной программы «Технология СГЭ», которая была направлена на использование, дополнение и развитие в ракетно-космической отрасли достижений в области наноматериалов, нанопокрытий и наноэлектроники. Результаты более чем двух десятилетий совместной работы можно перечислять долго, а перспективы на будущее также весьма многообещающие. Но все это стало возможным только благодаря изначальной политике главы государства в этой сфере и последовательной реализации двух главных задач – сохранению и развитию национальных научных школ и выстраиванию тесного взаимодействия с Россией в области космоса. Останавливаться на этом пути Беларусь и Россия явно не намерены, что продемонстрировали лидеры стран, посетив 12 апреля 2022 года в День космонавтики космодром Восточный в Амурской области. Договорились, что страны будут вместе формировать инфраструктуру космодрома, которая гарантирует союзному государству независимый выход в космос. Если кому-то кажется, что это какой-то такой рядовой визит двух президентов на этот объект, если говорить с точки зрения Беларуси, это высочайшая степень доверия. Ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никогда не возите практически. И появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружеской, все равно это высочайшая степень доверия с вашей стороны, со стороны России. А то, что вы предлагаете нам включиться в эту гигантскую стройку – самый высокий уровень доверия, заявил Александр Лукашенко. Таким образом, суверенная и независимая Беларусь продолжает учиться и постигать новые высоты, пройдя путь от разработок отдельных материалов и комплектующих в советский период до собственных спутников и Центра управления полетом в годы независимости. Отечественные строители, которые уже обрели опыт возведения самых современных атомных станций, теперь расширяют профессиональные горизонты на уникальном объекте – космодроме. Кажется, осталось совсем немного подождать до наступления того времени, когда новая плеяда белорусских космонавтов, выросших уже в суверенной стране, вольется в международную команду на орбите Земли. А там, кто знает, может и на Марсе когда-то будет расти белорусская бульба.